Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой АСМР-канал. Меня зовут Лиса, и сегодня у нас будет первое в этом году чаепитие Мукбанг. Давненько их не было, я соскучилась за этими нашими беседами, за чашечкой чая. Как всегда, черный с бергамотом. Наливайте себе тоже кружечку чего-нибудь горячего, бодрящего, вкусного, и посмотрите, что у нас сегодня. В общем, говорить я сегодня буду о нашей новогодней поездке в Прагу. И по такому случаю я не могла не прикупить там каких-нибудь вкусняшек для чаепития. В общем, здесь у меня какие-то печеньки с яблочком. Это какой-то мягкий такой батончик с шоколадной начинкой, вафельки. Никогда не видела вот такую милку. Тоже печенье с шоколадом, но я не видела, чтобы у нас такая продавалась. И посмотрите, какая прелесть. По-чешски написано «котины язычки». Это шоколадки. Я купила все это в большом супермаркете недалеко от нашего отеля. Это все именно чешское. Я специально выбирала. В общем, сейчас будем пробовать. Давайте начнем, наверное, с вот этого маленького батончика. Я постараюсь в это видео включить немножечко фотографий, показать вам пражских из нашей поездки. Ой, она у меня чуть-чуть раздавилась, видимо, в чемодане. Ну, вот такое, в общем, печенье. Внутри какое-то варенечко. Я думала, шоколад, но нет. Короче, печенье как печенье. В общем, у меня, ребята, просто масса впечатлений от этой поездки. Этот Новый год, наверное, 100% входит в топ-3 моих самых запоминающихся новогодних ночей, новогодних праздников. Короче, приключения наши начались еще с самого аэропорта, потому что мы летели в Прагу двумя разными рейсами. Когда мы в конце ноября, даже не в конце, где-то в середине ноября, пришли в туристическое агентство покупать путевки в Прагу на новогодние праздники, уже на 30-е число не было нормальных вылетов, чтобы два билета было на рейсе. То есть был там какой-то вылет аж в 11 вечером, решили, что это как-то, ну, совсем уже поздно. Короче, я летела в полтретьего, а муж летел после меня, и я, получается, первая заселилась в отель, то есть меня трансфером довели до отеля, и я в отеле его ждала. А он через три часа после меня вылетал из Шереметьево. Вот это давайте откроем. Ой, это такие маленькие милые печенюшки. Смотрите. Ммм, хрустященькие. Вкусно. Они какие-то злаковые и с кусочками яблока. Отель, в котором мы жили эти четыре дня, находился прямо в центре Праги. От нас до Национального музея, это считается, ну, такой, центр Праги, было около 10 минут ходьбы, причем таким, знаете, неспешным шагом. Самое красивое, конечно, что есть в Праге, это именно вот этот ее исторический центр. И нам повезло, что мы были в шаговой доступности от него. Очень прикольный был номер. Он был на последнем этаже. Получается, мансардная крыша. И два окна в ней, в этой наклонной крыше. Покажу фотографию. Это было очень уютно. Из окон такой клевый был вид на Прагу. Еще нам очень повезло с погодой. Потому что, когда мы приехали, было где-то плюс 7, плюс 8. Такая температура держалась практически до последнего дня, когда мы уезжали, 3 января. Если бы было холоднее, как это случилось, кстати, 3-го, похолодало резко, где-то до минус 2, пошел снег неожиданно. В Праге вообще очень редко идет снег. А в день нашего отлета нам повезло попасть именно на такой нехилый снегопад. И по такой температуре, ну, было комфортно. То есть гулять по Праге, встречать сам Новый год. 31-го числа у нас была экскурсия пешая, трехчасовая по Праге, но эти 3 часа, они пролетели настолько незаметно. Я только вечером по трекеру на телефоне посмотрела, что мы пришли за этот день около 16 километров. Сейчас будем пробовать вафельку. Смотрите, какого вафелька. Это вкусно. Вот, экскурсия была по Прагскому городу. Там мы еще посмотрели красивейший собор Святого Вита. Покажу парочку фотографий вам. Собор потрясающий. Такая, знаете, готическая архитектура. Он очень большой. Фотография, к сожалению, не передает всего величия. Но когда смотришь на него, просто перехватывает дыхание от этой красоты, от этого многобразия деталей в архитектуре, то есть вот эти все какие-то закрючечки, все это так продумано, все это так к месту, на своем месте, каждая вот эта завитушка. Короче, это прям поражает колоссально. С пражского града мы спустились пешком в район, который называется Городчаны. И там еще тоже походили. Это переплетение маленьких улочек. Очень красивое. Очень интересное. Чем-то иногда Прага мне напоминала Львов. Но только совсем немножко. Все-таки она... Ну, это уникальный город, серьезно. Мне очень понравилась Прага. Особенно вот эта предновогодняя Прага. Все украшено огонечками, елочками. Очень много людей, ребята. После экскурсии 31-го мы вернулись в номер. А, еще там немножко в торговом центре пошопились. Потом вернулись в номер. Поспали немножко, потому что вечером планировали идти на площадь, встречать Новый год на площади в самом центре Праги. Площадь называется Старомесская. Там есть неимоверные красоты башня с часами, с курантами. Ну, и все, кто приезжает на Новый год в Прагу, они обязательно на этой площади встречают Новый год. Это было неимоверно круто, когда просто громадная площадь, она вся заполнена людьми. Справа от нас стояли какие-то французы. Слева арабы. Впереди, видимо, или англичане, или американцы. В общем, английская речь. Все с шампанским, все с этими хлопушками. Какие-то корейцы пришли в костюмах вообще. Ну, блин, это надо было просто видеть своими глазами. И когда начали бить куранты, все люди замерли, все следили за этими часами, за боем. Наверное, загадывали желание, не знаю. Я тоже загадала. У нас была с тобой бутылка шампанского. Мы там же открыли под бой курантов. Стаканов не было. Мы вспомнили студенческие времена и пили шампанское прямо из бутылки. Очень много салютов. Они начали взрываться где-то часов с пяти вечера. Эта канонада просто не прекращалась. Ну, вы можете себе представить, что творилось на самой вот этой центральной площади. Один за одним, один за одним. И такие красивые, они прямо над головой. Короче, море эмоций просто. Потом мы отправились гулять по ночным новогодним улочкам Праги. Было не холодно. Было очень весело, потому что кругом масса народу. Все поют, хохочут, танцуют. Ну, короче, это было круто. Собственно, вот так прошла наша новогодняя ночь. Мы вернулись где-то часа в три ночи в отель. Но были без сил, потому что весь день до этого я прошел в экскурсиях, прогулках по Праге. Короче, и это переизбытка впечатлений. В общем, в три часа мы уже спали. Оставшиеся дни мы просто гуляли по Праге, пробовали везде, где только можно, пражскую кухню. О ней вообще пара слов отдельно. Я предварительно перед нашей поездкой выписала себе, ну, я люблю как бы подходить, так знаете, систематично к таким, такого рода поездкам. Я погуглила, посмотрела всякие отзывы о Праге, рекомендации путешественников по Праге. Короче, выписала себе там, ну, штук 8-10 таких именно топовых ресторанов Праги, которые надо обязательно посетить, пивоваренные рестораны. основные достопримечательности, которые нужно посмотреть. И, в общем-то, мы все успели. Единственное, что я хотела, чтобы мы еще поднялись на Петершинскую вышку. Это самая высокая точка в Праге, и на ней есть обзорная площадка, открывается волшебный вид. Но в последний день было уже холодно, мы решили не лезть на эту вышку. Вот. Ну, мы и без того, вы знаете, очень насыщенно провели эти 4 дня, 3,5 даже. В общем, тут нарисован маленький котик, голова котика. Мм, шоколадка. Короче, заведения, те, которые мы запланировали, мы посетили все. Раза 3, наверное, мы заказывали коронное чешское блюдо, которое называется печеное веприво колено. Это громадная свиная рулька, запеченная с кислой капустой, ее обычно приносят, там, с горчичкой, с хреном, со всякими такими штуками, со свежеиспеченным хлебом. Мы в трех разных местах ее пробовали, везде она была разная, но везде она была очень вкусная. Пробовали утку, приготовленную по пражскому рецепту, тоже с кислой капустой, неимоверно вкусная. Пробовали гуляш, вот этот знаменитый, пражский. Это в море соуса плавает кусочки говядины, нежнейшие просто. И обычно это блюдо подается с кнедликами. Кнедлики — это такой, такие плоские, ну, такая булочка, разрезанная на плоские круглые кусочки. И ты тут кнедлик отлавываешь и вот макаешь в соус. И это очень вкусно, поверьте мне. Конечно, пили пиво, потому что быть в Праге и не попробовать пиво — это глупо. Вот мы его пробовали везде, по-моему, где только можно. Я не слишком большой ценитель, но было вкусно. Еще мы в один из дней ходили на экскурсию, которая называется «Пивной тур». Это было очень прикольно, то есть набирается группа, и нас привели по четырем знаменитейшим пивоварням в Праге, где мы дегустировали пиво. Не скажу, что мне понравились все сорта. Было такое пиво в одном заведении, оно было зеленого цвета, и экскурсоводам сказали, вот, говорит, включите фонарики на телефонах и подставьте под бокалы. Особенность этого пива в том, что вот эти частички, они светятся. Короче, реально свечащийся бокал, приложу фотографию, посмотрите. это было прикольно, но на вкус оно такое себе. Туда добавляют крапиву, кажется, и вот привкус этот травяной, ну, мне не очень понравилось. У нас не было цели, знаете, там за эти 4-3,5 дня прям вот бегать по сплошным экскурсиям и осмотреть все-все-все. Нет, мы посмотрели основные достопримечательности, мы погуляли в свое удовольствие по Праге. Ой, смотрите, какой пирожочек. Но, несмотря на то, что мы в таком расслабленном режиме это делали, мы меньше 10 километров в день не проходили. Я смотрела по трекеру. А, тут с этой стороны как шоколадка, видите, вот такая. Очень понравился мне Карлов мост. Очень красивый. На нем постоянно такое, знаете, брауновское движение, люди снуют туда-сюда в разные стороны этого моста. Куча каких-то уличных торговцев продают всякие изделия из стекла чешского. Музыканты уличные, которые что-то играют, каждый свое. Ну, в общем, такая, знаете, вот атмосфера праздника. Плюс везде по центру Праги, особенно на Старомецкой площади, было много вот этих маленьких торговых палаточек, где продавали вкуснейший пражский всякий фастфуд. Господи, там столько всего было вкусного, начиная там от этих колбасок, заканчивая жареными каштанами и тордельником. Про тордельник нужно рассказать особенно. Есть две версии названия этого лакомства. Первое – тордельник, а второе – вообще тордло. Вот так вот, неромантично. Что это такое? На такие деревянные палки наматывают сырое тесто, но я подозреваю, что тесто, ну, какой-то есть там секрет, потому что очень вкусно получается выпечка. Наматывают вот так спиралькой тесто вплотную и посыпают густо сахаром. И, получается, они над горящими углями вот так проворачивают эти деревянные палки, запекая таким образом эти тордельники. А потом разрезают на части и вот по кусочкам снимают. Он где-то вот такой получается, этот тордельник. Фото вам покажу. Ну, и он внутри выходит полый, то есть там уже, как у кого фантазия работает, туда и мороженое, и крем, и шоколад, и чего тут только они складывают. Некоторые даже, мы видели, несладкие тордельники, которые делают с сосисками. Ну, на мой взгляд, это вообще получается обычный хот-дог, и смысл такой есть. Мне больше всего понравился тордельник с белым растопленным шоколадом внутри. Ребята, это нечто. везде продают Глинтвейн, это очень круто, потому что, несмотря на достаточно комфортную температуру, там, да, плюс 6, плюс 7, все равно, когда ты долго находишься на улице, ну, ты немножко так подмерзаешь. Мы периодически заходили, естественно, греться там во всякие кафешки, но Глинтвейн это прям спасение, ребята. Алкоголя в нем остается немного, но это очень вкусно, это безумно согревает, делаешь глазок Глинтвейна и чувствуешь, что тепло прямо по всему твоему тельцу, бежит даже в ножки, достает. И он реально повсюду, то есть на каждом сегу, на каждом углу. Так, ну что, я, по-моему, попробовала все, что у меня было. Шоколадку доедать не буду, наелась уже. В общем, ребята, я осталась безумно довольной поездкой. Кстати говоря, выполнила свое обещание и сделала вам там фотографию в маске, как и обещала. Выкладывала ее постом на Ютубе. Кто не видел, дублирую, посмотрите еще раз. Люди на меня очень удивленно смотрели, когда я в центре Праги начала напяливать маску и муж меня фотографировал. Короче, это было весело. В общем, я безумно довольна этой поездкой. Она удалась. Это было очень ярко, насыщенно, весело. Несмотря на то, что мы были просто вдвоем, нам никогда не бывает скучно вдвоем с мужем. Мы всегда найдем повод веселиться. Ну что, ребят, я чай добила. Надеюсь, вы тоже успели со мной выпить кружечку чего-нибудь вкусного, съесть какую-нибудь сладенькую штучку. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Спасибо, что вы на меня подписаны. У нас уже почти 50 тысяч и скоро по этому поводу я планирую сделать Q&A. Так что все здорово. Я рада, что вы со мной. Всех люблю. Пока-пока.